коллеги и друзья продолжаем времена года чайковского смотреть разбирать щупать проверять пальцами все как устроена фактура сначала без педали вот не успеем в один ролик педаль посмотрим педаль если нет это будет отдельная история значит что у нас здесь есть как работать руки все написано автором есть вот это а есть все руками держится и здесь тоже обязательно оркестровое звучание причем это напряженная вторая доля даже дальше вот такие мощные авторные не аккомпанемент а инструментовка четыре авторные вообще здесь поли фоне все я плотно вот так вот играю плотно опять очень мощный хорошо хорошо выдержаны поэтому я думаю что здесь стаката не нужно вот первую эту секунду черточка скорее и здесь тоже черточка в начале то есть дежурную оркестрове звучит до вот и дальше не просто пьяно а контраст полный пиани си мы теперь смотрим как эта фактура играется значит на самом деле как большинстве таких случаях начиная с моцарта это лучше играть не коротко а наоборот прижимая как 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 синкопа а не так ни в коем случае а потом хорошая стоит вилочка здесь дополнительно для того чтобы была оркестровая парафония они просто баба особо этого не было папа 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 слишком слишком примитивно папа папа там тони задай ли стере какая волна звука ли ра риром правильно поставлено кем-то кто тут редактировал это интересно кто редактировал карандашом в классе правильно опять сюда я все играю что написано второй палец прижат написано у автора написано ручная педаль все что написано играется как ручная педаль смотрите вот то что мы видим без педали то мы играем пальцами в основном и тогда это будет то есть здесь у нас сюда вилка тарариром поем ля-ра-ри-ран сюда да отдельно да еще раз да ля-ри-ран ля-ра-ри-ран сюда-сюда вилка и наконец подтверждение тоже как бы связано все что написано держится инструментовка написал автор штиль это полифония написал и так как написано так играем начинается пассаж обязательно волтерновые и трубное звучание полифоническое и это не пассаж а полифония ответ ответ не просто пассаж а имитация флейта имитируется скажем скрипками потом кларнет вон кстати кто-то тут инструментовал да вот скрипки я предпочитаю здесь там скажем кларнет неважно может скрипки и ланчели главное что это имитации имитации а не пассаж просто шестнадцатыми ответ смотрите ответ 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 и дальше очень важный момент во первых артикуляционная лига то есть не такая а такая и потом вот эта секунда это синкопа который нужно слышать вот здесь поэтому вот этот бас этот на сильной доли не долбить а слышать наоборот вторую волну в секунде и из нее выскакивает это в отличие от обычного исполнения все играют отпускают потом играют а здесь надо все другому наоборот вот это вот это секунда даже вот здесь я ставлю вот такую лигу между секундой вот так вот вот такая вообще лига а здесь не шуметь на сильном доле в басу подныриваем под секунду сразу включается оркестровое звучание смотрите вот так то есть сильная доля на второй волне в правой руке вот она смотрите какая мощная вторая волна еще раз вот просто увеличение звучности как это происходит никому неизвестно вот такое увеличение звучности вот такой штрих не прыгающая стакката а на клавиатуре по анри то есть акцент assessing пропивание на самом деле то есть прилипание потом можно а Ля-ра-ри-ра. Ля-ра-ри-ра. Я могу почемтишь начать. А что здесь? Та-ра-рам. Полифония. Если двумя руками сыграть. Всегда ищем полифонию. И полифония здесь же орхестровая. То есть, ищем богатство фактуры. Причем-то раз. Обязательно здесь должен быть акцентик. Тот самый случай, когда сильную долю нужно акцентировать, потому что она дробится. Иначе мы слышим ля-па-па-па-па-ра, а нужно ля-па-па-па-па, ля-па-па-па-па. С акцентом мы ля-па-па-па-па, ля-па-па-па-пи, ты-ра. Фактически регато. И дальше типичный чайковский ля-па-па-па-па-па, типичный фаготик. И синхопы у струнных. Отвечает кларнет. А здесь. Опять фагот. С акцентом мы ля-па-па. Здесь. 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 Тип-бим-дам. Тип-бим-дам. Раз. Раз. Вот такой аккорд, то есть аккорд не просто акцентированный, а взятый как архистровый, как астутти. Я натягиваю, то есть с черточкой аккорд. Раз. А здесь шуметь не нужно, как раз. Взрываемся, а здесь тише. Опять взрываемся здесь, а здесь нет. И потом отсюда начинается новая линия. Очень важно, что это не повтор функциональный такта, а вот с ти-ти-ри. Отсюда пиани-сима. Пиани-сима. Я это играю артикуляционно почти стаккато, но легато. Чем яснее, тем лучше. То есть таким. Да, причем правая рука идет в левую. Вот так надо учить. I love you too. I love you too. Сюда. Сюда. Да. И четвертый пальц. Сюда и прям приходится. Видите, да. Вот так выучиваем. И вот сюда. Трудно. Надо научиться. Без опоздания. Сюда. Вот. Да, поэтому. Сюда. Лили. 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 I love you too. I love you too. Вот. И пришли сюда. Да, здесь у нас все уже было. Все было. Теперь смотрим серединку. Серединку смотрим. Опа. Серединка полифоническая. Да. Да. Вот это. А внутри. Все смотрим. Без педали. Тиль-ля-ри. Тиль-ля-ри. Я играю артикуляционную лигу. Вот такую. Вот стоит фразировочная. Я добавляю еще артикуляционную. Это очень удобно, кстати. Это. Раз. И два. Раз. Раз. Два. Это. Не. И. Раз. Как многие играют. А. Раз. Два. Раз. Здесь. Дальше смотрим. Смотрите, какие замечательные синкопы. Это. То есть. И. Два. Определяется. Тий-раз. Разрешили. Два. Трий-раз. Два. Поэтому вот этот мотивчик здесь приходится на раз. Ля-лč –ра-раз, два. Крайне важно. И чтоб вылезла вторая волна звука в синкопе. В отличие от того, что мы слышим Ля-ри-ра-ра-ри Как у нас раз, два и три Ничего подобного У нас два и раз, и два Раз Вот три, раз, два Три, раз и два Раз, три, раз То же самое Синкопа берется здесь, а слышится здесь на раз Соответственно То есть мы гладим, вот гладим это За счет чего? Не за счет акцента от вира За счет времени небольшого Опаздывать нельзя, чуть протянуть ре Ля-ри-ри И уйти Несмотря на соло велончелей Но вылезает, но секунда На раз, смотрите, вот она Вот такая вторая волна Нам показывает сильную долю Игра без пидалей, вообще не У меня ноги под Под стулом Раз Раз Да И-ри-ри Раз Два И-три Раз И-два Вот теперь слышно Очень хочется играть Ла-ри-ра-ри-ра-рам А на самом деле И раз, и раз, и два Тоньше Я придерживаю Придерживаю Ручной педалью И, наконец, придерживаю Повтор То же самое Идем дальше Держим Раз, и два Раз, и два Раз, и два Они вот так Тай-ля-ри Тай-ля-ри Нет Раз, и два Раз, и два В том-то и дело Вот сейчас Продучало хорошо До Ри-ри Раз, два Ри-ра-с, два Да Раз, и два Ра-раз, ра Вот Дальше Раз, и два Раз, и два Раз, и раз То же самое Синкопы ведут Синкопы на раз Слышим Разрешение Синкопы на раз Слышим Да Здесь Вот Вот это раз Да Раз Раз Разрешение Это раз Ти-ди-ди-ди-ди Что в левой руке Ти-ля-па-пи Ти-ля-пи-пи Ти-ди-ди Сейчас Апликатуру А первый Второй Первый Второй Первый Отскок Клинышкам Пиццикатный Пиццикатный Отскок В левой руке Тоже Второй Первый Поэтому Второй Первый Отскок Первый Да Дальше Продолжаем Второй Первый Отскок Вот такой Пиццикат Острейший А Си держится и держатся. Вот такая левая, да? А правая с великолепной артикуляционной лигой. Не сюда, а отскочили, попали без акцента. Дальше. Дальше. Правая рука двуголосая, так же, как и в левой. Здесь у нас четыре голоса. Четыре голоса. То есть, один голос этот. Да? А другой. То есть, это самостоятельный голос. Это самостоятельный, прижатый, пропетый. Второй флейтый. Первая флейта или пиколочка. Играя тариран, параран, после паузы. Тариран. Это все должно быть в руках, в пальцах. Два голоса в правой руке и два голоса пицциката в левую. Па-пи. Сюда, сюда. Все дифференцировано, да? Да? Значит... В кларнетике то же самое. И здесь. Ти-рам-пам-пи-па. Па-па-рам-пам-па. Кварта. Па-пи-рам-пам-пи-рам. Па-па-рам-пам-пи-рам. Вот, кстати, вот этот мотив. Видите? Я выделил здесь, как всегда, композитор потом нам подсказывает, что мы, исходя из принципов, я просто... Вот нам композитор показывает тот же самый мотив, да? Часто мы с этим сталкиваемся. тадирам по парам тадирам вот все тарарам парирам тарарам парирам то есть опять вспоминаем и сюда пришли все реприза такая же и вот а вот здесь вот этот пассажик придет к коде код очень интересные возможно всякие интересные испанецкие варианты смотрим полифония ответ 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 и здесь я предлагаю более мощное решение более такой как бы мощный то есть не делать димуэнда а играть с м преф артисима еще пока да такой бой более карнавальный вариант пока не уходим с м преф артисима вилочку вилочка это исполнительская рекомендация мы ее можем можем заменить на сэмпре типичные четыре валторные а потом пианисты да не просто контраст абсолютный пианисима да сначала валторные смотрите вот здесь вторая волна очевидно смотрите вот я взял вот здесь вторая волна звука вот она поэтому и поэтому 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 контрабасы виланчерами ними и валтор нам не мешают четыре валторные раз здесь потом да ты все правильно уход 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 и наконец мощнейший до после паузы сейчас так на генеральная пауза весь оркестр замок достаточно долго и потом и вот такая маслица